который является очень известным, и вы знаете большинство его наизусть. Книга «Псалтырь», 36 глава, стих 5, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Мы, братья и сестры, с вами созданы как существа, которым присущи эмоции. Эмоции бывают приятные, бывают очень неприятные. Есть неприятное состояние, как почти полное отсутствие эмоций, то, что называется апатией. И вот этот наш внутренний эмоциональный мир очень изменчив, и сегодня такое время, когда люди просто готовы идти далеко или платить много за то, чтобы кто-то преобразил или улучшил их эмоциональный мир и дал им так называемый позитив. Для этого существуют сегодня или во многом трудятся средства массовой информации, разные шоу, развлечения и так далее. Но вот эта 36 глава книги «Псалтырь», она говорит о единственно правильном пути, как упорядочить свой внутренний эмоциональный мир и жить жизнью, которую можно назвать жизнью полноценной. И выше, и ниже содержатся стихи, которые дают очень серьезные уроки. И я советовал бы каждому, кто, может быть, сегодня о том, о чем будем говорить, увидит в этом свои сложности, проблемы, просто вернувшись домой, прочитать эту главу, помоляясь Господу. Я же хочу обратить внимание в основном сегодня на этот четвертый стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Сомневаюсь, что здесь среди нас есть хотя бы один человек, который на данный момент ничего не желает. Даже если вы хотите, чтобы как можно быстрее закончилось это собрание, это тоже одно из желаний в сердце человека. Что бы то ни происходило, практически всегда внутри нас есть что-то, что говорит нам о том, что мы хотим перемен. Слишком холодно, слишком жарко, слишком душно, слишком много народу, слишком мало народу, слишком тесно, слишком широко и так далее. И мы незаметно для себя постоянно живем в каком-то хотении перемен обстоятельств. Многие моменты незначительны, мы не обращаем на них внимания, о них мы сейчас даже и не будем говорить. Но мы будем говорить о том жгучем желании, которое живет внутри нас. Я также делаю оговорку, что сегодня не буду вести речь о желаниях греха. К сожалению, человек может довести себя до такого состояния, когда главным желанием его сердца является грех, и это желание сжет его, и человек говорит, «Я ничего уже не могу с собой поделать». Это ситуация, при которой давно уже крест Господа не действовал в жизни такого человека. Но мы будем говорить о желаниях, которые по-человечески естественны, какие-то в жизни есть нужды, есть какие-то тесные обстоятельства, где мы очень жаждем перемен. И вот здесь Господь устанавливает такой порядок. Если Бог устанавливает такой порядок, значит, это единственно верный порядок вещей. Господь говорит, что перед тем, как Он приступит к исполнению желания наших сердец, желаний естественных, желаний незлобных, желаний добрых, перед этим должно произойти то, что здесь называется, как «утешаться Господом» или «утешаться от Господа». Следствием этого утешения является то, что Бог начинает вмешиваться в наши обстоятельства и изменять их, и зачастую это происходит согласно тому желанию, которое было в нашем сердце. Многие из нас осознают, что подсознательно у нас ситуация выглядит наоборот. По крайней мере, мы так в жизни расставляем. Мы хотим, чтобы Господь исполнил желание нашего сердца, и потом нам станет хорошо, как нам кажется в Господе, потому что Он что-то сделал так, как мы хотели. Это логично. Когда плачет ребенок, дали конфетку, вот оно, утешение. И мы незаметно для себя также ожидаем от Господа, что Он будет утешать нас, исполняя желания нашего сердца. В этом видит человек смысл и счастье жизни, и ищет человека, который так будет исполнять мои желания. И мы думаем, что в этом будет счастье. Но Слово Божие говорит «утешайся Господом до того, как исполнились желания твоего сердца». Мы дальше будем об этом говорить, и мы увидим, что если изменяется порядок вещей, нет никакой проблемы, или это благо, чтобы утешаться Господом, это благо, когда обстоятельства изменяются к лучшему, но два блага, помененные местами, превращаются зачастую в проблем. Если в технологическом процессе или в приготовлении пищи поменять местами какие-то детали, как вот, ну, я умею делать только четыре блюда, и одно из них – это глазунья, и однажды я разбил яйцо, и вместо привычного такого приятного раскатывания вот этой белка по сковородке, я вдруг увидел, как оно немножко так сдвинулось и застыло. Какое-то странное какое-то было движение, и потом я понял, что я забыл помазать сковородку маслом. Глазунья была не очень вкусна, но представьте себе, я скажу так, никаких проблем, масло съедобно, яйцо съедобно, сначала яйцо, потом масло, и сверху на глазуне мы можем полить подсолнечного масла. И с той полу невозможной глазуни она станет совсем невозможной для поедания глазунью вообще. И причем мы с вами не говорим о том, что насыпали крестиного яда или цианистого калия, или там банку перцу, мы вложили туда все то, что там быть должно, но поменяли местами. И два блага, помененных местами, они превращают блюдо в проблему. И здесь то же самое, братья и сестры, когда мы, христиане, сначала ожидаем исполнения желания наше сердце, чтобы потом так и быть утешаться Господом, мы никогда не заживем той жизнью, которую Бог для нас предусмотрел. Итак, в чем же, собственно, ситуация? Знаете, борьба с обстоятельствами, которые есть в нашей жизни, я еще сделаю одну оговорку. Когда мы слушаем проповедь, мы обычно все-таки получаем некие такие общие направления для размышления. Есть очень много каких-то отдельных ситуаций, где у Бога есть некий особый, уникальный промысел, и бывает, что общее правило для этой ситуации не совсем подходит. И поэтому я делаю эту оговорку, чтобы мы всегда мыслили особо, с советом от Господа о том, что происходит у нас. Итак, у нас в жизни есть что-то, что нам не нравится. Библия говорит о том, что смирение не характеризуется тем, что я должен смотреть на то, как течет крыша моего дома, и говорить себе, у других еще хуже. И молиться, и просить у Господа утешения в том, что потолок отсырел, уже нарастает грибок, и вы понимаете, что вам грозят материальные убытки, и вы говорите, я смиренно принимаю от жизни то, что она мне преподносит. К счастью, никто или почти никто из нас так не делает. Мы видим то, что находится в нашей власти, в наших силах, и мы это пытаемся исправить. И Священное Писание говорит, это нормально. Можешь воспользоваться лучшим, что сделай? Воспользуйся. Но есть особенные ситуации, когда мы чувствуем, что изменение вот этих обстоятельств, сражение с ними, очень почему-то отнимает много сил, и при этом безрезультатно. Мы забросили много сфер в своей жизни, очень важных сфер, пытаясь исправить вот это одно единственное обстоятельство, и у нас ничего не получается, и это уже повод и причина задуматься. И второе, когда изменение нежеланных для нас обстоятельств связано со сквернением совести. Мы можем изменить эти обстоятельства, но мы должны переступить какую-то из Божьих заповедей. Во втором случае, о котором я сказал, мы просто не должны никаких вариантов греховных в жизни никогда рассматривать. Библия говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Павел говорит, я хвалюсь крестом Господа Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира. Мы не рассматриваем греховные варианты решения, никакой проблемы. Во первом случае, когда мы видим, что наше сражение, наша битва просто вытягивает из нас все соки, и у нас заброшены все остальные сферы жизни, это причина задуматься о чем-то, и дальше мы посмотрим на три сферы. Я хочу предложить три сферы жизни, где вот это может у нас происходить и обнаруживаться. Первое, это попытка улучшить материальное благосостояние. Хорошо это или плохо? Смотря что будет дальше. Правильно думаете. Попытка улучшить материальное благосостояние является естественным и добрым желанием каждого, ну скажем, семьянина, человека, который заботится о своем доме. Но опять-таки мы встречаемся с такими моментами, где мы чувствуем, что что-то нам не под силу. И вот здесь мы идем одним из двух путей. Первый путь мы начинаем изо всех сил бросать туда все свои собственные ресурсы. Второе, мы, как здесь написано, утешаемся Господом и говорим, Господь, мы отдаем Тебе наши обстоятельства в руку и просим Тебя помочь нам. И как узнать себя в том, здравое ли у меня отношение к построению материальной жизни. Когда у человека нездравое отношение к материальным благам, у него в голове такая мысль, вот если бы у меня было так или так, я был бы счастливым человеком. Всякая привязка сердечного счастья к изменению материальных благ является иллюзией и самообманом. Как бы странно это ни звучало, мне в жизни приходилось переживать улучшение материального состояния, братья и сестры, и если графически изобразить линию жизни того, что у меня было в кошельке, что было вокруг меня, и изобразить линию жизни того, что происходило внутри меня, это будут две практически абсолютно независимые друг от друга линии. Я оглядываюсь назад на свои эти годы, и я не вижу связи. Может быть первое время мы эмоционально восхищаемся, когда что-то решилось, что-то улучшилось, нам несколько времени хорошо, но это действительно, действительно временное явление. Долговечное внутреннее благо, когда нам хорошо внутри, так стабильно, по-настоящему, не как от буржуйки, пока топят, то жарко, перестали топить холодно, пока есть материальные улучшения, мне хорошо, перестали им быть неплохо, настоящее стабильное, долговечное внутреннее зависит от чего-то другого. И Иисус сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Может быть трудно сейчас вместить эту мысль, когда человек говорит, у меня даже нет собственного жилья. И это на самом деле, вы знаете, когда жизнь какой-то семьи зависит от настроения домовладельца, это очень тяжелое обстоятельство. Но, братья и сестры, я знаю и таких людей, и такие семьи, по жизни которых ясно видно, что и здесь нет прямой связи между внутренним благом и тем, что окружает. Я видел людей, окруженных всем, что можно только представить, и людей, переезжающих с квартиры на квартиру, и позавидовать можно вторым, а не первым. Апостол Павел говорил в первом послании к Олимпианам в седьмой главе такие слова. Там несколько мыслей аналогичных, и он говорит, среди прочего, что пользующиеся миром сим, да будут как не пользующиеся, покупающие, как не приобретающие. Что это за такая заповедь, что это за повеление? Я думаю, что это не столько повеление, как показатель того, каким образом христианин должен на земле жить. Сердце не привязано к этому всему. Шоппинг – вынужденное явление. Когда я обнаружил в жизни свое такое состояние, что прийти в магазин – это уже… А что, по-другому как делать? Я тогда понял, что немножечко, немножечко от того, что Павел говорит, это достигается. Потому что ты понимаешь, что когда тебе хорошо внутри, это зависит от чего-то другого. Есть один афоризм, не помню, кто его сказал, он почему-то был сказан в женском роде, я не знаю, это опять, сестры, вы простите, я могу его и в мужском роде произнести этот афоризм, но не хочу искажать слова автора. Некто сказал, когда она получила то, что хотела, это оказалось не тем, что она хотела. И вот этот самый момент, когда мы с вами, не научившись утешаться Богом, находить в нем радость и удовольствие, мы получаем желаемое, думаем, вот оно здесь. Но увы, но увы. И тогда мы бежим за новой иллюзией. Второй момент, это когда мы видим счастье в построении новых взаимоотношений. Особенно это касается создания семьи или приобретения друзей. Если мы с вами опять-таки думаем, если бы у меня была семья, или если бы у меня был друг, если бы у меня была подружка, я был бы счастливым человеком. Недавно услышал одного пастора, и сначала эта мысль меня шокировала, потом я с ней согласился, и естественно, что ее нужно объяснять. Этот пастор сказал, полноценные отношения могут построить или дать только те, кто не нуждается в отношениях. Когда я услышал это, я также напрягся, наверное, как вы напряглись, как это так, не нуждаться в отношениях. И когда он объяснил, это звучало все абсолютно здраво, вы знаете, когда человек не научился радоваться жизни без семьи, не научился радоваться жизни еще, вот не появился у него друг, когда появится друг, и когда появится семья, он туда принесет горе. Есть так называемая голливудская модель построения взаимоотношений. Это касается семьи, ну и когда люди там начинают свидание, первое, это найти правильного или подходящего человека, второе, влюбиться в него, и третье, возложить на него все свои надежды. Это так, как сегодня человек пытается в основном создавать семью или отношения с противоположным подом. Найти подходящего человека, чтобы он мне понравился, потом надо, чтобы голова у меня закружилась, мне стало здорово и замечательно, и потом, наконец, сказать, вот это тот самый человек, «Теперь я буду счастливым с этим человеком». Как бы заманчиво эта схема не звучала, она лживая, обманчивая, приходит к краху, и люди кругами ходят по этой схеме. Библейская схема. Первое – стать подходящим и правильным человеком. Второе – научиться не влюбляться, а любить. Первое – это болезнь, временно приходящая в жизнь человека, которая может в момент выздоровления привести к любви, но может и никогда не привести. Любить – это, как также выразился этот служитель, он говорит, это дать то, к чему человек больше всего нуждается, когда он меньше всего этого заслуживает. Вот это научиться любить. И третье – возложить все свои надежды на Бога. Когда мы вступаем в дружбу или создаем семью, и мы говорим, вот теперь, наконец-то, исполнилось мое желание, я был несчастным человеком, теперь у меня есть друг, теперь у меня есть жена, теперь у меня есть муж, теперь мне будет здорово. Возложить надежду на человека, рядом стоящего, это значит заранее подготовиться к великим разочарованиям. Если до приобретения друга и до создания семьи я не научился находить радость в Боге, я не найду радость ни в друге, ни в подруге, ни в семье, но я буду вытягивать жизненные силы из тех, кто рядом со мной, я положился на них, я сел на них, им будет очень тяжело со мной. И поэтому, даже когда в нашу жизнь приходит желанная перемена в плане приобретения желанных нами отношений, благо не пришло, если мы до этого не научились находить радость и утешение в Боге. И последний, третий момент, такой духовный момент, служение. Мне не раз приходилось слышать такие слова, думаю, что к счастью и думаю, что я не забыл, но мне кажется, что я никогда этих слов не произносил, но тем не буду оправдываться, пусть Господь простит, если это было. Но вот эту фразу я несколько раз слышал от людей, когда человек говорит, мне не дают служить. Много лет я слышал это выражение от людей, которые предпринимали какие-то духовные инициативы, что-то пытались сделать, и всегда в голове у меня раздавался какой-то звон от этих слов, я понимал, что тут что-то ужасно не так, но в то же время, когда человек имеет инициативу и ее подавляет, вроде бы как бы и слова-то соответствуют действительности эти все. и некоторые из таких людей не просто замирали так, ну и ожидали, когда наконец им дадут служить, когда будет попутный ветер и обстоятельства изменятся в лучшую сторону. Обычно ничего доброго из этого не уходило. Через некоторое время мне стало понятно, что за фразой мне не дают служить, это верхушка айсберга, там на дне огромная, огромная проблема. Братья и сестры, и так, если я человек, на котором Божие благословения, человек, которого Бог желает употреблять, наделил талантами, дарами, способностями, помазал и так далее, и Бог хочет, чтобы я служил, кто может помешать Богу? Если я благословен Господом и Богом предназначен и говорю, что мне не дают служить, я первое подразумеваю, что Бог не всемогущ. Вот Бог имеет обо мне замечательные планы, и вот люди встали на пути к Богу, и Бог говорит мне, ничего у нас с тобой не получилось, не понимают нас с тобой люди. Это нелепо, это скверно так мыслить и думать. Иов сказал в 42 главе вторым стихом, намерение твое, ты все можешь Божие, и намерение твое не может быть остановлено. И когда я говорю, мне не дают служить, это значит, что я расписываюсь в бессилии Бога, который меня якобы благословил, но люди, увы, помешали. Во втором случае, если же у меня нет благословения, так зачем же сетовать на других людей, не позаботиться ли о том, чтобы было на мне это благословение. И вот так человек, дезориентированный в духовном пространстве, он начинает сражаться опять-таки с препятствиями, с обстоятельствами, очень часто это приводит к агрессии, злобе, негативу, критицизму, вместо того, чтобы успокоиться и сказать, Боже, если ты признаешь меня верным на служение, я знаю, что ты откроешь дороги, ты дашь возможности, ты дашь все, что необходимо для этого, и это дай, аминь. Давид и Иосиф в тот самый момент оказались на нужном месте, когда Бог это определил и не раньше. Елизавета и Авраам получили своих детей в тот самый момент, когда были приготовлены, когда Бог это определил и не раньше. И у нас, братья и сестры, с вами всемогущий Бог. И у него нет никаких проблем изменить наши обстоятельства, у него есть проблема с тем, что у нас внутри, вот здесь. И вот этот момент, когда мы не можем научиться искать лица Господня, когда мы не можем просто-напросто капитулировать пред Богом и сказать, Господи, все непринципиально, все непринципиально, кроме моего отношения к Тебе. Непринципиально материально благо, непринципиально есть у меня друзья или нет, есть у меня семья или нет, непринципиально возможности, широкие или узкие, мне предоставлено для служения, принципиально то, как ты смотришь на меня и каково мое отношение к Тебе. Братья и сестры, на самом деле в нашей жизни должно быть одно единственное жгучее желание. Господи, что я перед Тобой? Одно единственное желание, которое озадачивает нас, беспокоит нас, желание быть таким, каким Бог хочет видеть меня. И когда Бог сражался с Яком, вы помните, в лице ангела, и с одной стороны не мог победить его, а с другой стороны потом коснулся, и бедро ему повредил, сразу же победил его, это говорит о том, что у Бога две есть борьбы. Одна с обстоятельствами, где он просто прикасается, и все в одну секунду меняется, а в другая с нашей гордынью, с нашим самолюбием, с себелюбием внутри нас, которое он не может победить. Почему? Потому что мы защищаем и прячем его изо всех сил. Своё собственное представление о жизни, своё собственное представление о том, что Бог должен делать, мы храним как сокровище, как сундук, мы сидим на нем, и у нас по двустволке в каждой руке. Кто-нибудь, да, не смей посягнуть на мою уже наклёвывающуюся замечательную судьбу. Бог говорит, отойди в сторону, открой сундук, я вытряхну оттуда всё лишнее, что ты напридумывал, и сделай настоящее, научись, научись смотреть на меня, надеяться на меня, научись находить радость во мне. Только в этот самый момент, и не раньше, братья и сёстры, тогда Бог получает возможность менять то, что вокруг. Чтобы это у нас получилось, мы давайте снова, как и всегда, скажем нашему Богу, помоги нам, научи утешаться тобой. А всё, что мы желаем, всё, что вокруг нас, всё в твоей власти, об этом мы не хотим переживать, Господь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok